Да, у меня просто курсор. Так, короче, сегодня на самом деле будет нифига не про AI. В общем, довольно знакомые вам с Emo2 темы. Просто немножко в другую сторону мы поговорим про табличные данные, немножко про research и про диплёрнг на табличных данных. Это еще с прошлого года, на самом деле, слайды. Я их чуть-чуть проапдейтил. Просто расскажу про то, что люди делают в науке, про попытки, ну, в общем, что делают люди в науке, когда они не делают CutBoost, когда пытаются обучать нейросетки на табличных данных. Ну, в общем, как бы домен вам будет довольно знакомый. DL, как я понимаю, он тоже знакомый после Intro2DL. То есть все должно быть такое. Это будет обзорная лекция про новый домен. В общем, не Computer Vision, не NLP, а вот такое. Но, тем не менее, там есть что-то интересное. И, в общем, почему я про это рассказываю и кто я такой. Вот, я Ваня, меня зовут Ваня. Я работаю в Яндекс.Ресерче исследователем. Собственно, основная моя деятельность, она как раз по табличные данные. Мы, собственно, и делаем ресерч вот в этой вот области. В нашей группе внутри Яндекс.Ресерче. Еще я аспирант здесь в вышке. Еще я закончил все, что можно здесь в вышке. В смысле, вот тоже когда-то по МИИ и магистратуру. И вот сейчас испу заканчиваю, пытаюсь, начинаю. Собственно, про что мы поговорим конкретнее? Вспомним, но просто как-то обговорим саму проблему. В смысле, почему это может быть отдельным доменом? Почему вообще про это интересно? Почему интересно заниматься табличными данными? Почему интересно заниматься DL в табличных данных? Потом будет такой вот обзор области. Кстати, я не знаю, вам норм, что слайд на английском? Не то, чтобы я могу на это повлиять, но sorry, если кому-то не норм. Поговорим просто про историю области. С самого начала, что было... А, вот, я сейчас могу включать и открыть. Окей, вот. Вы тоже делите, да? Ну, слов обычно так растягиваем. Который себя говорит? В смысле, вот. В смысле, вот. Вы тоже обречатываются вверх. С другой стороны. А, да. Насколько не плохо везде. Или нет? Просто как перешали. Ну, он отдельным окном, так что я... Нет, правильно. Ну, в смысле, внизу. Нет, ну, типа, ниже, неудраем. Короче, меня пока устраивает. Мне кажется, я в левом, правом верхнем углу, в левом верхнем углу ничего не ставил туда. Ну, вот, потом поговорим, в общем, про какие-то времена до примерно 2021 года, когда ресерч там был, но он был очень странным. Поговорим, почему он был странным. Потом я расскажу парочку наших статей, даже, по-моему, три статьи. И про то, в общем, как это начало формироваться в какой-то вот поле отдельно самостоятельно нормальную область ресерча, и какие там знания начали появляться. Вот. Ну, и потом, не знаю, на вопросы поотвечаю, просто про что-нибудь поговорим. В общем, сегодня будет не суперсложно математично, но, мне кажется, чисто исторически и просто про область интересно должно быть. Ну, в общем, да, область нам всем знакомая, табличные данные. Мне кажется, вы и на Inter2D у вас была какая-то задачка в самом начале, в одной из домашек, просто там зафитить что-то на табличку. И на Emo2 мы куча этого всего делали. И на Kaggle соревнований много раньше было, которые были вот просто, имеем одна табличка, ну, или несколько табличек, которые можно поджойнить. В табличках как бы куча колонок, колонки, абсолютно разнородные, не знаю, там, число комнат в доме, расстояние от метро, ну, то есть они абсолютно не похожи на то, что у нас вот обычно, где, на те домены, где обычно DL shines, где DL хорошо работает, где у нас просто как бы нет никаких высокоуровневых вещей, где у нас есть просто там, или вейформа, звук, ну, то есть вот как бы сырые данные. Здесь данные не сырые, здесь вот данные максимально подготовленные. И, в общем, как бы кажется, всем было понятно, как с этим быть. Просто берем какие-нибудь деревья, они хорошо работают, быстро учатся, как-то обрабатывают наши печи, хорошо решаем нашу задачку. Наша задачка – это как бы чаще всего какая-нибудь регрессия, классификация, все остальное можно каким-нибудь образом это все подтянуть, там, ранжирование. Наверное, мы сегодня не будем ничего говорить про рекомендательные системы и вот что-то такое, потому что это более специфик. Вот мы просто смотрим на задачи регрессии классификации на табличках. Размеры табличек у нас ML на человеческие, в том смысле, что это не 10 строчек, на которых невозможно никакой нормальный классификатор и ничего кучить, а данных достаточно, но не очень много. Не знаю, от 10 тысяч до миллиона, может быть, 10 миллионов. То есть данные не супер большие, при этом они еще суперкомпактные и сразу экстрактят в фичи, поэтому, собственно, вот так. Что же… А, теперь небольшой река про диплёрнинг. Как можно смотреть на диплёрнинг? Можно смотреть на это как на, типа, подход к построению моделей, и просто вот такой вот максимальный дженерал. У нас есть как бы какие-то блоки. Ну, то есть вы играли, наверное, с DL. Мы эти блоки можем соединять, один друг на друг, ну, как бы друг с другом их объединять, через все это считать градиенты. И у нас будет как бы собираться такой вот огромный лего-пазл вообще вот нашей какой-то монструозной большой системы, которую мы при этом можем брать и супер высокоуровневым каким-то образом учить, улучшать вот все вместе. И при этом еще этот пазл, каждая отдельная его часть очень хорошо работает. Ну, то есть они там в картинках, звуке, в NLP показали себя очень хорошо, когда данных очень много, мы как бы чем-то не умеем. Как бы с каждым годом все больше и больше умеем. Вот. И при этом у него очень много хороших свойств. У вот такого способа построения моделей, способа работы вот с ML-задачами. Не знаю, мы можем дообучать нашу модель. Ну, то есть есть такая штука, как файн-тюнинг. В том смысле, что мы можем, ну, там, если мы берем какой-нибудь грезентный бустинг или любую другую ML модель, чаще всего там нет нативного способа ее каким-то образом адаптировать. Нужно ее переучивать под каждые новые данные. Вот. Нет способа это все объединить в одну систему. Если у вас есть какие-нибудь там другие сервисы, если вы какой-нибудь сервис там ранжирования страничек, и к вам приходят другие сервисы, говорят, а вот наши фичи, вот мы их отдаем под каждую страничку, мы там насчитали, а вы берете и шлепаете на это катбуст, и потом как бы эти фичи каким-то образом меняются, вам надо переучивать катбуст. А если вы все обнимали в одну большую нейросетку, и у вас как бы все учится end-to-end, вы получаете от этого много плюшек, вам не нужно вот на этом стыке двух разных выходов и входов что-то вот инжинирить, придумывать, за вас это инжинирит bug propagation и gradient descent. Это вот, собственно, промис диплёрнинга, и почему это может быть интересно в том числе для табличек. Но теперь будем говорить в ближайшее какое-то время про, собственно, но. Почему же это не так? Вот. Это вот известные в узких твиттерских кругах всякие блогеры. В целом, вот как бы область табличных данных, она довольно популярна, в том смысле, что привлекает внимание людей, потому что задач много. Раньше был Kaggle, сейчас много бизнес-задач, где надо вот как бы конкретные задачи решать. И есть такое вот как бы до сих пор ходящее в кругах и в головах людей, которые вот просто каким-то ML занимаются, есть такое ощущение и как будто бы такое латентное знание, что окей, нейросетки я могу запускать на табличках, но это как-то вообще странно, стрёмно, когда есть XGBoost, который я могу вот зафитить за минутку и вообще типа просто изи потюнет параметры, и он настолько будет хорош. Ну и вот как бы и статьи такие пишутся, и твиты такие регулярно пишутся, что как бы XGBoost is all you need и вообще нейросетками заниматься на табличках, это как бы просто что-то суперстранное, абсолютно, короче, какой-то антихайп, совсем, ну, короче, странное занятие. Вот там, например, какая-то статья, которая говорит, что там возьмем какой-то один датасет, запомним его, и типа на нем по запусканию всякие разные методы, вот это вот как бы такая когорт, куча всяких DL, предложенных solutions, и они как бы мажорируются как бы с том и с том очень хорошо. Ну, в общем, да. Это, собственно, первое но, оно такое вот комьюнити но, что есть уже хорошее решение, зачем нам вообще что-то это делать. Вот я попытался ответить немножко до, зачем это делать, потому что есть у этого свои плюсы. но как бы состояние вещей такое, что вот оно как будто бы не работает. Ну, а теперь мы погружаемся в ресерч, примерно вот такой вот от старого до нового. Собственно, да, какой-то вот я сделал таймлайн, как это все развивалось с точки зрения ресерча. Здесь не будет, вот здесь мы будем говорить просто про науку, конкретные приложения. Мне кажется, я в этой лекции не упоминаю, но это как бы другое. В конкретных приложениях можно угореть по самому приложению. А здесь мы говорим про какие-то general находки, вот которые относятся ко всем табличным данным, как бы размазанные. Поэтому здесь немножко вот такой вот научный паривкус этого всего есть, типа, но не страшно. Ну, собственно, да, что было в 2016-2017 году примерно, тогда вот как бы DL уже начинал расти во всех других областях. Вижение уже все это было, резоны появлялись. НЛП как-то тоже начинал. В каких-то тех годах примерно появился трансформер в 2017-м. В табличных данных было что? Типа линейные модели, и появились это же Boost, CutBoost, в смысле вот пакеты, которые с хорошими дефолтами, которые просто вот FitPredict позволяют хорошо делать. Это было в 2016-2017 году. Ну вот да. А до были классические алгоритмы, которые мы на МО проходили, возможно, даже один. И вот они, собственно, на тех же самых датасетах, которые в том твите современном были, эти алгоритмы и применялись. Ну как бы бустинги тоже тогда. Тогда это был активный booming research. В смысле просто писали статьи, люди придумывали, как делать бустинг, предлагали новые методы. И вот оно, кульминация случилась в 2016-2017 году, когда пакеты вышли, и все, типа, застолбилось, что это вот хорошая сота, которую сложно побить. И даже не то, чтобы побить, но просто типа оно работает. Задача решена, окей, расходимся. Но, собственно, диплёрнинг в какой-то момент, это вот тоже примерно, если вернемся к таймлайну, ну вот начиная с 2017 года по примерно 2021, диплёрнинг был модным, и как бы статей куча, ресерчеров куча, неминуемо кто-то вот табличными данными диплёрнингом занимался. Одна из первых статей, которая вот что-то такое делала, но на самом деле как будто бы не специально. Это self-normalizing neural network, собственно, и статья, которая предложила функцию активации в нейросетке, которая, кажется, сейчас вообще нигде не используется, но почему-то эта статья стала статьей про табличный DL, потому что, собственно, они что сделали? Они предложили вот эту вот силу-активацию, которая как бы похожа на RELU, но не совсем, ну то есть не линер-часть, а вот такая вот какая-то экспоненциальная. Потом они доказали про то, что эта функция активации такая вот вообще супер-классная, в ней активации не затухают, и не нашли на форварде и на бэкварде, она вообще хорошая, и тестировались они на UCI-репозитории из датасетов, а UCI-репозитория – это вот как раз набор из 120 табличных датасетов. Там в том числе есть вот adult-датасет, в котором 8 фичей, где надо предсказать что-то про ежемесячный доход человека, там есть всякие датасеты про недвижимость, они вот маленькие, какие-то старенькие, какие-то нет. Собственно, evaluation вот этой статьи весь – это обычная нейросетка, просто обыкновенный мультилейр без севтрон с другими активациями. Да, еще тут Twitter-аккаунт указан смешной. Это, собственно, Twitter-аппендикс этой статьи, потому что это статья огромный аппендикс, в котором просто расписана формула какая-то вот такая длиннющая, которую даже не человек писал, а просто типа как-то автоматически доказывали, они, собственно, что-то про сохранение среднего STD вот в этом, для этой активации. Вот. Была такая статья, она показала, как-то, как работают нейросетки, сравнилась там с резнетами, сравнилась с MLP. Ну, резнет в смысле full connected MLP, только с skip connection. Вот. Сравнилась, что-то показало, с бустингами ни с кем не сравнивалось, просто типа, ну, предложили новую активацию, окей. Но это стало вот почему-то важным для табличного ADL. Сейчас чуть-чуть поймем, наверное, почему. Вот. Появились примерно чуть-чуть позже были вот такие статьи. И вот то, что я сейчас рассказываю, это не то, что я выбрал какие-то основные хорошие, это вот литерали. Там пять статей было про табличные данные, которые вот так вот выглядят. Это более intentional статья, потому что у меня даже и в названии есть табличные датасеты. И здесь предлагалось следующее. Говорилось о том, что вот у нас задачи маленькие, размеры датасетов маленькие, нейросетки оверфитятся, и мы будем специально регуляризовывать гиперпараметры. Вот. И да, интерес в этой статье в том, что они сравнились с ГБДТ, протестировались на табличных задачах, мы долго на ней останавливаться не будем, но в общем какой-то вывод они сделали, что деревья все еще лучше. Это вот состояние типа 18-го года, как бы мы можем регулиризовывать нейросетки, это будет давать какой-то плюс на табличных задачах, но не вобьет совсем деревья. Окей. Собственно, наступает, все вот приближается в 21-й год, вот начиная с вот этой вот статьи про регулирование learning networks, все больше статей именно про tabular deep learning появляются, появляется эта область, но статьи довольно странные. Вот я не знаю, кто-нибудь вот такую штуку если там Kaggle решал и читал какие-нибудь Kaggle форумы, видел вот такую модель под названием tabnet, не знаю, никто не встречал, потому что она все еще где-то вот мелькает, и люди говорят, что если вам нужно что-то решать табличных задач, и вам почему-то нужна нейросетка, вот возьмите tabnet. Сейчас мы можем чуть-чуть это углубиться вот в эти все схемы, но сразу дисклеймер, tabnet брать не надо, это я как бы расскажу потом чуть позже, это просто один из контрибьюшенов нашей первой статьи, немножко про то, что tabnet брать не надо. Собственно, идея tabnet такова, мы как бы создаем специальный блок, и вообще дальше будет, кажется, три статьи, включая tabnet, как бы примерно заход на табличный deep learning, что нам нужно придумать какую-то архитектуру, и нужно ее мотивировать как-то, как-то ее надо мотивировать, причем скорее вот интуитивно в своей голове, что у нас есть разные фичи, давайте наша архитектура будет на них смотреть отдельно, как-то их будет по-умному обрабатывать, ну то есть будет устроено, возможно, возможно будет устроено как деревья, то есть будет дифференцируемо подбирать треш-холды, по которым мы будем сплитить конкретную фичу, но будет просто при этом немножко напоминать неразосетку, то есть вот как бы просто попытки придумать что-то, что звучит хорошо, но потом как-то посмотрим, как оно работает, TabNet делает что-то следующее, в нем есть собственно энкодер и декодер, это наверное не так важно, в нем есть два блока, Feature Transformer и Attentive Transformer, собственно, что делает Feature Transformer, это просто в пуле коннекта сетка, которая смотрит на, ну наш объект это просто представление нормированное икса, где вот как бы каждая отдельная ячейка в этом объекте, это свое значение фичи, мы собственно смотрим несколькими а-ля FFN-like, как в Transformer практически, даже по-моему, ну нет, активация какая-то другая, но не важно, просто 4 fully connected слоя с какими-то нормализациями смотрят просто на наш объект, вот потом, сейчас у меня где-то есть zoomed in картинка этого всего, сам запутался конечно в этих схемах, вот потом фичи Transformer аутпутит собственно двойной выход, то есть если у нас размерность какая-то внутренняя была, не знаю, там 256, она аутпутит 512 каких-то чисел, мы их сплитим, одну из них мы прогоняем через треш-холды делаем маской и умножаем на другую, ну то есть мы как бы пытаемся сделать какой-то такой фичер селекшн внутри архитектуры, ну то есть все, что нужно как бы здесь знать, что это вот тоже какая-то обыкновенная практически fully connected сетка, которая внутри себя делает какие-то странные активации, в том смысле, что она пытается замаскировать как можно больше фичей из входа и фичи подаются на собственно каждый этот слой, потом эта информация как-то агрегируется. Интуиция здесь была, интуиция была такая, что как бы нам нужно не просто вот замешивать все фичи каким-то линейным слоем и просто вот делать то же самое, что мы делаем с пикселями в картинках, а нам нужно как бы, ну как не знаю, мы для картинок раньше использовали CNN до появления трансформеров и это было мотивировано как-то ресерч любит называть каким-то inductive bias то есть вот специально мы заметили, что наши данные имеют какую-то определенную структуру и можно придумать то, как их обрабатывать, придумать архитектуру нейросетки, которая будет учитывать эту структуру. Здесь вот ставка была на то, что наши данные структуры такая, что есть разнородные фичи и их нужно как-то вот выбирать по чуть-чуть, то есть мы будем маскировать много, смотреть на немного и вот так будем итерироваться, обрабатывать и потом сделаем какой-то prediction. В общем, звучало правда хорошо и статья, мне кажется, поэтому до сих пор и упоминается и расходится, потому что она такая в своем дизайне вот этой вот всей процедуры классная, но посмотрим дальше, как она будет работать. Что-то я как-то сразу ее плохо продаю, хотелось саспенсковать, нагнать. В общем, может она и хорошо работать. Следующая вот из такой же категории идей тоже статья про нейросетки на табличных данных называется GrowNet. Здесь мы что собираемся делать? Мы берем небольшую MLP-сетку, типа двух-трехслойную MLP-сетку с небольшим числом хидденов 256. И это будет наш вик-лернер. И, собственно, мы начнем делать бустинг над нейросетями. Но это такой немножко всратый бустинг, потому что мы будем учить вот эту одну маленькую нейросетку, потом мы, собственно, посчитаем ошибки, как мы делаем обычно в бустинге, которые нам надо предсказывать, будем на это учить вторую нейросетку. И так вот будем делать несколько раз, но потом еще периодически мы будем весь этот наш большой ансамбль, который на практике, по-моему, довольно большой, по 100, по 200, по 300 сеток. Вот эту вот огромную штуку мы будем файн-тюнить еще и целиком вместе. То есть мы как бы идейно вроде бы учим исправлять ошибки и делаем такой бустинг с маленькими сеточками, но в целом еще можно посмотреть, мы просто учим одну вот такую большую сетку, которая устроена странно, как сумма маленьких. Еще раз, понятно, у нас бустинги, базовые модели, там какие-то небольшие нейросетки. Нейросетки. И все? Или тут что-то еще? Нет, здесь просто это вот обычные нейросетки. Единственное, что вот как бы в бустинге мы просто, каждая новая модель, она просто исправит ошибки предыдущие и добавляется, добавляется, и все суммируется. А здесь мы периодически там, не знаю, учим это все с той эпох, но каждые 10 эпох мы останавливаемся и говорим, а теперь мы вот все, что у нас есть софт-фар, еще получим вместе. Ну, тут как бы оно будет все в сумме, будет рассказывать наш ответ, но мы будем это как бы не будем фризить все модели до и учить одну, а будем учить вот все. Да, да, да. Сумма в каком смысле? 800 контракта есть 2, да. Они тоже обучаются, это я забыл. то есть там как бы вот все вот эти вот детальки, они как бы немножко сигнал странной статьи в том смысле, что мы такие, ну вот, и вот еще вот это получим, еще вот это, ну, типа, ну, хотя бы чуть-чуть скоро выпить, типа, бустинги хорошо работают. там есть интуиция про сетки, что они тоже приобучаются, ну, то есть в том смысле, ну, как бы мотивации за этим не очень много, мотивация просто такая, что давайте будут у нас маленькие сетки, которые вот, ну, в общем, на самом деле не знаю, в бустингах, наверное, даже лучше, и больше мотивации, потому что как бы деревья по-другому устроены и по-другому учатся и больше переобучаются, наверное, не знаю, ну, то есть здесь мотивация просто как бы попробуем забустить сетки, в смысле, вот сделать бустинг над сетками и сделаем это для табличных данных, как бы большой какой-то вот идеи за этим нет, кроме как бустинги хорошо работают, причем почему-то, как бы, хорошо-то работают деревья, а не бустинги на табличных данных, в смысле, там рандом поросты тоже хороши, вот, но здесь заход был такой, типа, давайте забустим сетки, вдруг это вот секретный миссинг инвердиент для табличек и нейросетки заработают, вот, посмотрим. И еще вот эти модели, которые у нас иногда бывают, они получаются просто... Жирная, это сумма всего, что мнение жирная, это сумма маленьких, ну, в том смысле, что у нас всегда есть маленькие, у нас 100 маленьких, просто периодически мы останавливаемся, чтобы зафонтюнить эти маленькие вместе, то есть, в бустинге мы... Да-да-да, веса подбираем. Все. Типа, да. Какой-то природ в сравнении с общим обучим одну модель. Ну, вот сейчас посмотрим, типа, как бы, если немножко забегать вперед, типа, на уровне, как можно обучить просто независимой сетке и там проанассамблировать. Не больше этого, а иногда меньше, потому что есть ограничения на то, что мы специально делаем маленькие сетки. Ну, сейчас я просто прочитал текст, мы еще не только лучшим на выходах, но еще и на оригиналинках тоже подаем. Да. А, input тоже подаем. Когда мы бустим деревья, мы научим только выходы исправлять, да. Здесь еще вот так, да. И как это работает? Я вот тут, короче, структура презентации такая, что сейчас, по-моему, третья статья, и дальше мы посмотрим, как это все работает. Это вот просто архитектурные затеи, короче, и идеи. Вот эта статья даже от Яндекс.Ресерч, и она тоже про публичные данные, и вот здесь заход третий. Типа деревья хорошо работают на табличных данных. Давайте будем имитировать деревья. Статья вот Neural, это расшифровывается как Neural Oblivious Decision Ensembles. Собственно, вот есть такая штука Oblivious Decision Trees. Это вот когда мы на каждом уровне просто выбираем один треш-холд под всех. Ну, CatBoost, по-моему, так устроен. Вот. А есть еще такая штука в DL, как просто попытка возиться с Backprop через всякие разные неудобные, неприятные функции типа треш-холдинга. Ну, например, можно как бы забить на это и во время Backprop говорить, что ну, вот наша операция была недифференцируемая, ну, нам пофиг, типа мы просто прокинем градиенты туда, откуда пришли. Это там один вариант. Можно пытаться какой-то RL нагручивать, можно пытаться такую вот штуку, которую, не знаю, ну, лучше на байсах послушать, я не буду рассказывать, там, Bumble Softmax использовать и менять во время обучения один из гиперпараметров так, чтобы вот из какого-то мягкого Softmax мы в конце доучившись стали вот максимально треш-холд-лайк процедурой. Ну, и, собственно, ноди архитектура вот такая, которая типа учит бэкпропом что-то, учит бэкпропом, собственно, oblivious decision деревья. Вот. Какие-то конкретные детали я на самом деле лучше направлюсь в статью, потому что я уже сейчас не помню. Вот, в общем, глобальная идея такая, что пытаемся DL методами обучить нечто похожее на деревья, то есть, вставляем туда больше обучающих параметров, по-моему, вот эти вот F-ки, это тоже что-то такое более глубокое. Вот. И делаем из этого ансамбль. Вот. И все это учится. и, собственно, наконец-то мы дождались того, с чего начался в Яндекс.Ресерче табличный DL, собственно, вот как отдельная такая область. Вот была статья Nody, а следующая статья вот эта. Эта статья в жанре давайте посмотрим просто вот на область в ширину, что здесь было и как, что работает. В том смысле, что каждая статья до утверждала, что она побила бустинг. Ну, там вот первые две они говорили, потому что не сравнивались или сравнивались и были честны. А вот TabNet, GrowNet, Nody все продавались и презентовались и как бы подавались в тексте и, в принципе, вот как метод, который победил на наших датасетах, в смысле вот на тех, которые в статье представлены, ну, то есть в академическом сеттинге все, победили и уже буст, победили катбуст. Вот. Но почему-то как бы в головах людей вот эти твиты все очень присутствуют, что как бы я беру их же буст, у меня работает, а вот не беру TabNet у меня работает. И, собственно, такой вопрос, как бы, а на самом деле как дела обстоят, вот на этот вопрос эта статья и отвечает. Она с 21 года, но в целом типа интересна. Плюс еще как бы то, что я расскажу после. Да, ладно, тут у меня не очень много про нее слайдов. Особенно, что мы сделали? Мы взяли вот все статьи, которые я рассказал до. Взяли еще пару-тройку и вот даже да, три бейзлайна, которые нам показались вот как бы в диплёрнинге на тот момент, на момент 21 года. Есть устоявшиеся какие-то вот вещи в диплёрнинге. Типа, как учить сетки, что важно, что нет. Вот просто как бы best practices. Мы взяли MLP, мы взяли ResNet, это MLP со skip connectionами. Ну, то есть, на самом деле, он был вот в этой вот SNN-статье, но она была старая, и в ней, не знаю, как бы не умели учить нейросетки. В том смысле, что типа как-то не знали, какие параметры важные, не было еще Adamway, не было, в общем, не было устоявшихся каких-то практик, а мы, собственно, берем все бейзлайны, которые были до, вот эти вот GrowNet, Node, TabNet, еще парочку каких-то, берем бейзлайны, которые просто понятны всем и существуют, как бы для них статей не надо писать, то есть это просто вот MLP, берем один unified протокол, тюним много гиперпараметров, ну, в смысле, немного, а много тюним гиперпараметры, потому что как бы непонятно, люди до как-то не очень обращали на это внимание, они просто типа могли взять дефолтный катбуст, могли взять дефолтный гбуст и с ним сравниться, и понятно, что дефолтный параметр выбить легко, а тюнить как бы недорого, несложно, но сразу улучшает бустинги, вот, взяли больше датасетов, чем обычно берут, как-то ко всему подошли довольно просто, типа объяснили все наши решения, они были максимально очевидно, вот, как бы самыми понятными, простыми, без каких-то вот выдумок, собственно, работали два базлайна MLP, вот просто обыкновенные линейки с релой дропаутами, и резнет, это вот обыкновенный, собственно, резнет, где еще мы добавили бачнорму, и residual connection, это вот как бы два интересных основных базлайна, и третий, который, если быть честным, на самом деле породил статью, то есть, как бы статья, когда пишется, она вот начинается с каких-то вот экспериментов, ну, в общем-то, она не начинается с большой идеи, что мы сделаем конкретно вот так, как она пишется в итоге, это вот немножко не до, как она ожидается с самого начала, мы пытались придумать новую классную архитектуру, точнее, не придумать, а пытались перенести трансформер, который вот на тот момент много где уже был, по-моему, в Vision его еще не было, или уже был, по-моему, да, уже в компьютере в Vision и трансформеры снова тоже все победили, в NLP они были везде, в табличках их не было, и мы просто пытались его завести, собственно, как бы для своей статьи, для нового результата, собственно, да, мы его делали, 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 но просто получали такие результаты, что невозможно продать вот трансформер, в том смысле, что типа трансформер все победил и здесь, и попутно мы как бы попробовали еще вот много бейслайнов других из литературы, попробовали упростить этот трансформер Дризнет и MLP, и, собственно, получилось вот, что получилось, как бы статья с большим количеством результатов и просто про состояние области, но немножко про трансформер, потому что это будет интересно дальше, как бы здесь тоже было такое решение, вот у нас есть датасет, в котором как бы каждый отдельный объект это такая строчка из чисел, для каждого по индексу это отдельная фича, как бы в трансформер это засунуть надо как-то, категориальные фичи понятны, мы просто сделаем эмбэддинги и засунем, скалярные фичи, которые численные нумерикал, как бы на самом деле тоже понятно, ну то есть самый простой способ это просто взять какие-то рандомные тоже эмбэддинги, в смысле вот линейные какие-то ну векторы какого-то размера нашего трансформера, как-то их заините для каждой фичи по-своему, ну и просто вот скалировать на то, ну скейлить на значение фичи, то есть мы будем просто вот умножать вектор на значение конкретной фичи, так будем получать ну один токен для трансформера и получается, что один объект не, надо хорошо зайнить, в том смысле, чтобы у тебя в форвард-пассе ну н01 был просто как ты умножишь, ну понятно, что ты заскейлишь свои численные фичи, ну то есть надо зайнить франдомно, но просто как бы учесть скейл, чтобы у тебя ничего не развалилось, это вот какая-то такая история про диплёрнинг, что можешь что-нибудь делать, придумывать какие-то классные архитектуры, соединять вот это за другим, а потом у тебя ничего не работает, оказывается, потому что у тебя не работает, потому что вот ты где-то этот рандомный вектор поставил и зайти его абсолютно каким-то вот не тем скейлом, и у тебя как бы сетка не видит ничего никуда, ну то есть инициализация и вот эти скейлы инициализации супер важны, вот, ну да, еще добавили байосы в смысле, потому что у нас каждый объект представлен как бы набором векторов каким-то, а нам хочется, чтобы трансформер вот внутри своего этого вот attention мог что-то умное делать и мог как бы отличить одну вещь от другой, и мы добавили туда position-on-coding, которые вот просто тоже рандомно заиничные, но вот фиксированные всегда в каждую позицию подается один и тот же этот байос, вот, ну а дальше обыкновенный пренорм трансформер, который вот просто литерали из вас фани статьи, ну и из торча вот такой собранный чистенький трансформер, такая вот тоже простая адаптация того, что было на тот момент как бы везде модно, почему бы не попробовать, и вот собственно, что у нас получилось, здесь все вот эти чуваки, про которых я рассказывал до, можем как бы не вдаваться, наверное, сначала во всякие эти датасеты, но на самом деле там вот он, этот датасет adult, которому уже как бы куча лет, вот, и что можно здесь сказать, здесь на самом деле пока что нет никаких бустингов, потому что цель вот этой таблички, она сказать про то, вот как бы люди напридумывали deep learning решения для табличных данных, как они работают, собственно, вот там tabnet, ну справа просто даны ранги, которые вот по каждому датасету поаранжировали модели, какая лучше другая, и усреднили эти ранги, ну вот в общем оказывается, да, что tabnet вообще какой-то самый, самый отвратительный, наверное его можно завести нормально, в том смысле, что типа, ну то есть мы старались, мы подбирали параметры, мы делали все, как авторы предлагают, но в общем он работает, правда, плохо, его не получилось хорошо завести, дальше как бы какую еще историю можно сочетать из этой вот таблички, что есть MLP, который вот пятая строчка в таблице, у него, ну там какой-то ранг, он в общем работает, улучшит от Net, это ок, ладно, но он работает вот примерно так же, как все остальные бейзлайны, кроме Nody, ну вот Nody, который деревья имитирует, но он просто на самом деле, про него другая история, он очень тяжеловесный, ну то есть его долго очень лечить, вот, и он очень плохо сходится, долго и тяжело, но в общем MLP, он как бы вся вот эта вот набор придумок и бустинг над сетками, оно вот все находится примерно в лиге MLP, работает примерно одинаково, и там другие активации какие-то, еще я вот про вот это не рассказал, но это, по-моему, гугловая штука, которая они, ну вот DCN, они до сих пор, по-моему, ну по крайней мере, если верите каких-то репортам гугла на архиве про то, как у них устроено что-то внутри, вот они используют эту DCN-сетку, это на самом деле тоже там MLP, немножко другими, с другим информейшн флоу, то есть не просто вот как бы вход-выход, а там еще дополнительный оператор какой-то встроенный сбоку про фичи интеракшены, но в общем оказалось, что вот в таком, понятно, что там 11 датасетов, в таком сетапе, где мы у всего подбираем параметры, усредняем все вот так по всем датасетам и смотрим, весь как бы ресерч прошлый в целом аннулируется хорошим MLP. Дальше есть вот история про ноди, которые тяжеловесеннее показывают какие-то хорошие результаты на нескольких датасетах и лучше всего остального. Есть еще история про резнет, которая на самом деле тоже может быть типа объясняет что-то, в том смысле, что вот мы немножко улучшили обучаемость этой всей истории, то есть взяли MLP и сделали для него вот такую модификацию, которая общеизвестна из DL, как бы со скипт-коннекшенами вещи мучатся лучше. И вот резнет единственное отличие его вот это, что он просто как бы лучше учится и результаты просто получат, чем MLP и уже сразу бьют собственно ноди. Но вот последняя строчка, она интересная и она немножко сетапит следующий рассказ. Есть трансформер, который вот по этому рангу аутперформит все дебилеринг-модели уверенно. Ну то есть, не знаю, там есть датасеты, где он прям впереди какой-нибудь вот такой датасет и вот этот score ну то есть он существенный. Мы сейчас посмотрим на бустинги, например. Да, вот в этой табличке уже нет никакого DL, есть вот лучший DL, который был на тот момент и, наверное, интереснее смотреть на затюненные параметры, потому что дефолты это как бы интересно на практике, как бы просто что-то взять и запитить быстро. но как бы в пике перформанса надо посмотреть по затюненным параметрам и мы видим, что, собственно, трансформер, конечно, там интересен на каком-нибудь датасете типа вот California Housing или на каком-нибудь Addle датасете. То есть он выделяется в компетишене между DL-моделями он выделяется. В компетишене с бустингами он, ну, собственно, вывод у нас был такой, что нет, Deep Learning не победил. Трансформер как бы интересен в том смысле, что он явно отделен от предыдущих DL-моделей вот на табличных данных. Но если хорошо по тюнинг-бустингу, они все равно будут впереди. Ну, там, понятно, будут там пара-тройка датасетов вот этих вот, например, на которых DL победил, в смысле бустингов, ну, трансформер победил. Но так будет всегда, потому что это вот такая противная невероятная специфика домена, что, ну, у нас вот нет одного чего-то понятного работы, ну, в смысле, каждый датасет это отдельная какая-то своя история. Например, там, вот я сейчас эту таблицу, она старая, но в ней есть, по-моему, датасет, какой же, а, в ней есть, по-моему, нет, у меня даже его нет. В общем, был какой-то момент, когда мы там добавляем датасет, что-то на нем экспериментируем, делаем. Мы никогда не проверяем что-то на одном датасете, мы всегда проверяем типа, перформанс в среднем, потому что, ну, каждый отдельный датасет это отдельный вообще домен, задача, на нем по-разному учатся модели, на нем по-разному все оверпитится, ну, то есть, это просто вот как бы свои отдельные экипы миры. И бывает, что мы добавили датасет, получили на нем какой-то классный перформанс от какого-то нашего нового эксперимента, думаем, что, типа, все, это вот оно, ну, то есть, бывают моменты, когда ты радуешься, а потом начинаешь смотреть пристань в датасет и понимаешь, что это там был какой-то лик, который просто другие модели не могли заэксплойтить, а это заэксплойтило. Вот, и такое периодически случается, поэтому вот важно смотреть не на какую-то отдельную одну победу, что, типа, о, вот, на Калифорния Хаусинг это вот модель, это как бы никому не интересно. Интересно скорее, когда, ну, понятно, что это академический ресерч, мы, как бы, конкретные наши задачи, если мы рекламу там делаем, нам вот пофиг, нам важно, чтобы у нас там были деньги, была реклама, все показывалось хорошо, правильно, и вообще люди были рады. Но, когда это вот академизм какой-то, хочется как можно шире, как можно больше разного посмотреть и сказать, что в среднем оно работает. И вот в среднем как раз-таки бустинги работают по-прежнему, и статья вот это утверждала. Но оставался интересный момент про то, что трансформер почему-то работает лучше. И сначала, в общем-то, мы когда эту статью писали, писали какие-то разные анализы про то, почему это вообще так. Нам казалось, что вот секретный какой-то ингредиент это self-attention трансформеры, который вот как бы наверное он там внутри очень правильно каждую фичу, ну то есть там игнорирует фичи, которые неинтересны, как бы комбинирует фичи, которые между собой хорошо взаимодействуют. И вообще attention наверное еще и свойства какие-то есть классные, что он динозит там входы. И вообще это вот как бы оно. А оказалось все на самом деле прозаичнее и прикольнее, интереснее. И получилось наше, ну в общем, сейчас ладно, да, это быстренько скажу про то, что похожие статьи вот в те же года вышли, которые во-первых сказали, что MLP outperformит, здесь написано GBDT, но на самом деле это тоже такой себе вывод, но просто что затюнив на MLP лучше всего остального. Первая статья, из нее можно такой вывод сделать, из второй статьи можно сделать вывод, что трансформеры как бы не мы одни пытались применить, но она вот чуть-чуть в другом духе, она сказала, что трансформер все победил. была и такая, кажется, статьи про трансформер на табличках наверное штук 5, может быть 4. не, вот смотри, то как раз про что я говорю, типа мы возьмем какие-нибудь там первые два датасета, он отстает вообще существенно, возьмем там последние два датасета, он тоже отстает существенно. Ну да, посередине да, и то типа времени требуется больше, то есть вообще это да, и там где он проигрывает, он проигрывает типа как-то вот прям почти в мясо, а там где он такой же, он типа не сильно, а на каком-нибудь там, ну вот это вот датасет вообще непонятно, ну то есть он взялся из каких-то сейчас, а где мышка-то? А вот тут давай. Вот этот датасет он типа взялся там из каких-то, то есть еще каждый датасет имеет какой-то разный вес в том смысле, что вот это, это анонимный датасет из каких-то мейчмарков кодбуста, который непонятно как устроен. Там вот этот датасет, на нем просто всем в мире известно, что на нем сетки даже обычная MLP хорошо работает и вообще рвет бустинги, потому что... Ну как бы они не очень типа по-разному, в том смысле, что вот какие у нас были датасеты, мы их все вот так вот и показали. Ну то есть важно, наверное, просто как можно больше чего-то показать и вот про все из этого описать. Например, ну там посмотрим на этот датасет Хиггс, на нем даже, по-моему, ну как бы ладно, на нем есть разница между трансформером и MLP, но просто есть какой-нибудь резнет, на нем просто сетки хорошо работают, это вот такой вывод. наиболее такой вот полный честный, что есть еще большой гэп на половине или даже больше, но и на деле как бы оно и дальше подтверждалось, что вот если ты используешь вот такие вот модели и там, ну мы пробовали разные другие датасеты и больше их просто добавляли и смотрели там на 40 разных датасетов, деревья как бы впереди ощутимы. Вот на большой и даже, наверное, на большей части датсетов, до которых дотягиваемся. Вот. А вот на самом деле не очень понятно про тюнинг, в том смысле, что мы пытались как бы что-то в эту сторону исследовать как бы довольно регулярно, в том смысле, что мы пытаемся улучшить как-то протоколы, что-то сделать, понять, примерно все одинаково, но в том смысле, что надо просто нормально подобрать параметры и где ну как бы это можно сделать если подождать. Ну там мы везде ставим по 100, сейчас там иногда по 200 трайлов переборщика и ну то есть как бы оно насыщается везде примерно одинаково по-своему. Наверное, сетки можно дольше тюнить, но у нас там и сетка для сеток больше, ну в смысле гиперпараметров мы выбираем, ну хотя нет, примерно так же. Но в том смысле, что типа те же самые бустинги, вот они, мы из них типа выжили уже там все, что можно. Мы пытались их лучше затюнить, как бы лучше нельзя, но не получается. Сетки тоже. А, ну это да. Вот есть дефолт, вот здесь есть дефолт, и типа не трансформер просто типа рвет на этих дефолтах. Кстати, это хороший тоже поинт, в том смысле, что трансформер, вот берем там три блока трансформера, какую-то у него заданную ширину, а там 10-3 learning rate, и вот он, этот дефолт, он себя покажет хорошо. Его можно много не тюнить. И вот как бы вот этот гэп между, это на самом деле правда, я что-то подзабыл про это, что между тем, ну как бы на каких-то дефолтных параметрах бустинги часто типа вообще рассыпаются, их надо, ну типа надо подобрать параметры, это недорого, это несложно, это типа ну запустил 100 итераций переборщика, подождал типа 30 минут, и вот он уже нормальный бустинг. Но в трансформере, что нельзя сказать например, про MLP почему-то, есть какой-то вот наборка параметров, в смысле тросконфигурации, которая прям вообще хороша, и он не сильно далеко от нее уходит, в том смысле, что типа вот какая-то она у нас есть, она работает, и типа если мы тюним, мы сильно большой побед не получаем, ну то есть вот строчка в этом блоке с дефолтами, строчка в блоке с тюнт, по-моему это как-то сильно наблюдается, но опять там посмотрим на Калифорнию какую-нибудь, икже буст довольно сильно подскочил с катбустом, ну катбуст кстати нет, от трансформеров ну так, типа как будто бы меньше, ну да, ну собственно тюнить и то и то сложно, в том смысле, что типа ну нужно, и там и там нужен тюнинг, вот как бы он улучшает и ту и ту модель, дефолты просто где-то лучше подобраны, так оказалось, что в трансформере да, в катбусте например, хорошие дефолты, но ну то есть катбуст вот из дефолтов работает лучше, чем лейкбм и кжи буст из дефолтных параметров, ну потому что в катбусте кажется был какой-то прямо эфорт про то, чтобы давайте мы подберем и вообще настроим вот это вот фитпредикт функционалити, которая вот просто типа сразу будет из коробки давать в среднем везде что-то хорошее, ну то есть там прям были труды про это, у остальных не было и тюнить надо все, вот ну собственно, вернусь к тому, тюнили просто по валидации? Нет-нет-нет, тюнили просто по валидации, потому что достаточно большие виды доспеты и типа ну так просто проще жить было. Вот. Короче, собственно трансформер заинтриговал, заинтриговал селф-аттеншином и типа мы продолжили ресерчить в эту сторону и пришли вот к, как мне кажется, более интересному результату, который вот сейчас находится в Today Plus. Собственно, что важен совсем не селф-аттеншин в трансформере, а важно вот то, про что я говорил еще, типа есть наши фичи, есть отдельные как же за чиселки и чтобы их в трансформер подать, нам надо их вот в токены превратить, каждую отдельную фичу в вектор. и вот как бы место дизайна того, как мы эти фичи превращаем в векторы, оно оказалось вот очень недоисследованным, очень интересным и привело прямо вообще к крутому результату, который вот и звучит хорошо, и на практике полезен, и как бы вообще трансформеры оказались не нужны, а к сожалению, вот эта вот статья не разошлась и люди до сих пор, когда пишут статьи, говорят, что сравниваются с бейзлайнами, используют вот тот вот самый трансформер из той статьи, потому что она как-то вот разошлась, и люди подумали, что если дельта трансформер, а история вот в чем, история в том, что окей, у нас есть объект, у него есть фичи, давайте мы поизучаем вот это вот конкретное место эмбейзингов, причем именно численных фичей, потому что с категоральными фичами тоже можно там как бы свои какие-то степени свободы изучать, но у нас просто как бы в датасетах меньше категоральных фичей, и ну как бы мы на всех наших экспериментах мы видим, что вот гораздо больше реакции почему-то вот от ныряных фичей, отчисленных, не знаю, почему так складывается, как бы можно с датасет не идти, но в среднем ситуация такая, что вот как бы туда смотреть интереснее, собственно, да, вот generic framework, у нас есть какой-то вот объект на входе, мы хотим этот объект закодировать следующим образом, вот каждую фичу отдельно некой функции, которых будет несколько, которыми посмотрим разные, превратить вектор, потом это все сконкатинировать, ну и можно подать куда угодно, можно не конкатинировать и подать в трансформер, но можно вообще забить на трансформер, просто сконкатинировать все фичи и подать в MLP. Собственно, что здесь вот мы заметили, как бы пост-трансформер какой-то research, есть обыкновенный MLP, дальше обозначение следующее, вот это вот L означает просто линейный слой, то есть F это вот вектор, который мы отскалировали на значение фичи, R означает, что мы еще после этого RELU добавили, чтобы у нас как-то нелинейно все было, вот, автодис можно игнорировать, это просто типа для статей, L это просто вот как в трансформере мы делали, просто взяли вектор и отскалировали его на значение фичи, ну то есть вот конкретный один вектор, то есть для одной фичи, вот объект у нас представлен типа тремя фичами, мы берем три вектора там размерности, не знаю, 50, и каждый из них умножаем на вот конкретную интенсацию фичи для этого объекта, получаем три вектора, их сконкатинировали, вот так вот представили объект, то есть просто как бы раздули зачем-то вот это все, ну мы другое, то есть на это можно другом осмотреть, мы как бы хотим поменять вот то, на что смотрит нейросетка, в смысле вот пространство входов, ну то есть как бы фичей много новых, ну то есть это не очень, короче, похоже на фич инжиниринг, типа создание фичей, в том смысле, что типа то, что мы взяли рандомный вектор, умножили каждое какое-то рандомное число на значение фичи, например, там типа бусин, ну то есть дерево, когда это увидит, оно типа что, ну то есть как бы это не очень полезные фичи. Не, это мы учим сеткой, да, это правда, но как бы даже если мы это получим сеткой, то есть какой-то рандомный заиничный вектор, где вот как бы каждое его значение умножается на просто число, Потом мы возьмем, допустим, вот эти фичи и подадим их в деревья. Деревья снова скажут, типа, что, ну, то есть это вот как бы не очень полезные фичи, потому что мы просто, ну, типа, очень много дубликатов одной фичи сделали. Обычно мы, когда решаем такие задачи, там, используем svm-деревья, мы, наоборот, хотим брать такие фичи, оставить, типа, не correlated. А у нас они очень correlated. В общем, это я бы вот сакцентировал, что, короче, это вот штука, которая зажгла в трансформере, оказывается, что она зажигает в MLP, вот как мы можем по этой таблице видеть. Ну, так, условно зажигает в том смысле, что она на многих датасетах, типа, почти везде дает какое-то вот заметное улучшение относительно просто MLP. То есть мы как бы все, что сделали, это немножко изменили вот эту структуру входа. Ну, то есть зачем-то вот расплодили эти входы вот так вот на линейный слой, сделали его пошире, как бы получили вот такое вот изменение. Ну, то есть этому есть какие-то дальнейшие интуитивные обоснования, но это все еще так в фазе достаточно. Просто большинство статей, про которые рассказывает наш, кстати, они вот такие эмпирические, просто типа, заметили эффект, заявали, показали, типа, вот работает. Собственно, здесь то же самое. Интересно, пронаблюдали, что это вот даже линейный вот такой вот эмбейдинг, ну, короче, будем называть вот эту всю процедуру, где мы каждую печу превратили вектор эмбейдингами, ну, типа, эмбейдингами чистых печей. Вот, типа, простой линейный эмбейдинг или там линейный с релу дает заметное улучшение, типа, а можно ли лучше, чем линейный? Ну, то есть это сразу вызывает вопросы. Наверное, можно. При том, что, собственно, да, вот здесь иллюстрация двух возможных вариантов, к которым мы в итоге после ресерча нашего пришли. Типа, как можно попытаться задизайнить вот эту вот процедуру превращения в вектор лучше? Давайте начнем со второго, потому что его проще объяснить, и он как бы прикольно мотивирован, первый тоже, но второй вот понятный. У нас есть какая-то вот для объекта конкретная итая фича, для этого объекта. Мы эту итую фичу, собственно, преобразуем, прогоняем через синусы-косинусы вот с такими обучаемыми параметрами под синусом. То есть сначала просто как бы делаем вектор, то есть умножаем x на какой-то v, где v просто обучаем параметр, и прогоняем это все через синусы-косинусы. Собственно, это похоже очень на Fourier фичи, вот, и они как бы, ну, это по сути они и есть, просто для каждой отдельной вот такой вот фичи. Потом мы это все конкретинируем, подаем в MLP. Мотивация такая, мы это вообще притянули, в том смысле, что типа это не совсем новое, то есть мы вот не выдумали что-то такое суперновое, мы просто заметили, что это можно в табличках применить. Есть такая область, типа neural rambling, где люди пытаются взять кучу картинок, как там какого-нибудь трактора вот с разных сторон, и зафитить вот эту кучу картинок в параметры нейросети. Вот такая статья была, NERV называется. То есть она вот из совсем другой области, но там была находка у людей, что если мы будем просто фитить вот как бы эту процедуру с обыкновенным MLP, у нас оно будет очень плохо фититься, будет такая размазня, вот в итоге как бы 3D-рендер будет очень размазано плохой. А потом они такие говорят, а если мы код преобразуем вот таким образом, то есть накинем туда синус и косинус, и сделаем его, в общем, high-frequency такое преобразование, сделаем вот эти вот high-frequency печи, у нас будет очень четенькая картинка вот в конце, на выходе этого рендера. Да, просто эмпирическое? Ну, про это потом у них была еще теоретическая выкладка и исследование этого всего вопроса, и есть еще как бы просто наблюдение про аппроксиматоры функций. Вот если взять нейросетку, нейросетка, ну, про это есть какие-то такие, в смысле из разряда DL теоретически, не то чтобы прям суперматематично, но есть просто результаты про то, что сетки, они баист в сторону всяких более гладких функций. То есть ты будешь учить сетку, она в зависимости будет сглаживать как-то из того, как она устроена. И вот это вот добавка, в смысле изменение такого входа или изменение активации, то есть была статья, которая активации меняет на периодические всякие. Если вот правильно их заимитить и сделать, чтобы сетка училась, оно позволяет фитить вот менее гладкие вот эти функции зависимости хорошо. То есть обычно у сеток с этим прям проблемы, то есть их очень сложно зафитить, там картинку, которая все меняется, цвета, и она очень high frequent от входа сетки. Когда мы какие-то такие изменения добавляем, становится фитить гораздо проще. Ну и то есть есть какая-то интуиция, что и в табличках это может быть важно, потому что у нас функции, в смысле зависимости от значения фичей до выхода вот этого таргета могут быть действительно какие-то вот не такие уж гладкие. Ну то есть это все, конечно, рукомахательство, но, собственно, подтверждается конкретно здесь просто тем, как оно работает. Ну и первый вариант, он такой, типа он мотивирован тоже чем-то старым, типа люди, по-моему, уже давно занимались преобразованием конкретно в одного скаляра, в векторы, не помню, как это называется, но, в общем, бины, в общем, да, это вот такое уже, типа, немножко флёрфич инжиниринга, но раньше этим люди занимались, бинаризовали как-то скаляры, вот для чего-либо, вот. Мы сделали тоже такие, типа, свои бины, где мы просто берем значение фичи, вот просто все ее значения на трейне, бьем ее на какие-то, на бины, там, двумя способами, либо просто квантили бьем, либо обучаем на этом всем дерево по одной фиче и достаем трешфолды из вот просто этого простейшего дерева, которое вот учло еще каким-то образом в зависимости от Y. Ну и дальше, типа, таким образом, для конкретного кого-то X, мы имеем эти бины, все бины, которые были до, в смысле, вот, типа, меньше, мы просто проставляем единичками в бине, который текущий, в который мы попали, мы просто, как бы, пропорции указываем, ну, чтобы можно было восстановить, в смысле, прям конкретное число, чтобы не терять информацию, вот, как бы, ванхотами всякими. А дальше мы просто проставляем нули, и вот эта вся вот махинация с единичками и нулями сделана так, чтобы, возможно, сетке было проще ухватиться вот за порядок, что, типа, это больше, это меньше. Вот. Ну, то есть, это на самом деле не то, чтобы прям супер принципов, какой-то дизайн, это вот просто вот это нам придумалось, мы это попробовали, вот так вот и заработало. Здесь пространство для каких-то вот изменений существует. А надо, вроде, теряется проблему, если у нас, например, ну, типа, это мы делаем по трейну, а потом у нас приходит что-то вот такое извне, блин, ну, короче, нам, по-моему, скорее везло, и, типа, оно приходило редко, но это проблема, да. Ну, то есть, это вот такое, что надо зафить по трейну. Ну, вообще можно, можно. Мне кажется, мы просто вот как бы в какой-то момент на это подзабили, что-то типа, ну, ну, да. Такая проблема бы, если последний риск появления чипа, ну, да. Нет, ну, как бы нет, оно попало бы в какой-то там бин в итоге в конце. Ну, в общем, это как бы на практике мы нечасто с таким сталкивались, но это вот неприятная такая-то вещь. В общем, два вот таких вот способа мы придумали, как же можно эту функцию f относительно линейного поулучать. А второе, это просто преобразование в принципе, все там и обычные. Ну, только с обучаемыми коэффициентиками. C обучаемые. То есть, так-то мы их сэмплируем обычно рандомно, а на это... А тут мы их засэмплировали, обучаем, и там, на самом деле, вот такая деталь. Во-первых, деталь про то, как их посэмплировать, важна была, потому что, ну, то есть, типа мы их сэмплируем с таким типа большим разбросом, потому и типа лектор у нас довольно, ну, там, по-моему, размерность у этого всего какая-то приличная, типа 64 у каждой UDB-шки. И это оказывается важно. Positional encoding в трансформере изначальном, как второй метод, был. Ну, блин, сейчас позitional encoding, он же там фикс тоже, на самом деле, ну, то есть именно тот, который синус и косинус в трансформере там просто, типа, по-моему, оно заприжено. Но, ну, и здесь, как бы, мне не очень, ну, хотя, не знаю, но может быть немножко путающей аналогией быть, из-за того, что мы все-таки делаем, как бы, encoding в рамках одной фичи, в рамках значения одной фичи. Но, типа, это сколько-то похоже на позitional encoding в трансформере. Важно не перепутать, что, типа, в трансформере мы это делаем, типа, для последовательности, а здесь мы делаем это вот в рамках train-датасета, то, что мы хотим, типа, чтобы наша сетка лучше понимала, вот, откуда этот x пришел, типа, он пришел, вот, он, типа, вот, больше настолько или настолько, то есть для сравнения с другими train-объектами. Ну, да, типа, какая-то аналогия есть. Так, ну, и как, о, господи, да, извините. Собственно, что еще вот перед этим надо сказать, что вот эти все наши обозначения, типа, lr, qlr, tlr, plr. L – это линия, r – это relu, а вот когда буквочки так настаканы, это просто мы, типа, используем deep learning и все вот как бы объединяем, ну, в том смысле, что мы сначала сделали вот эту периодическую штуку, потом на вектор, на этот, ну, к этому вектору применили линейный слой, потом к этому всему применили relu, и только потом сконкатинировали. А вот эти вот минусы означают, ну, в смысле после, например, q минус, означает, что здесь у нас градиент никуда никак не проходит, потому что q – это, ну, собственно, вообще операция такая предопрабатывающая, ну, то есть вот через нее там градиенты некуда кидать и нечего там учить. А q – это у нас что именно? q – это когда бины, но они квантили, а t – это когда бины, но они с дерева достали. Вот, и, собственно, что здесь получается, здесь вот как бы мы можем так, кстати, вообще, что с временем? Времени 15 минут. Нормально. Ну, вот, и что здесь получаем? Здесь получаем вот как бы три секции, на самом деле, можно смотреть на MLP и на трансформер, это все, по-моему, ансамбль моделей, да, по-моему, это ансамбль моделей, ну, и короче, есть вот как бы базовый трансформер с линейным слоем. Снова смотрим на ранги, потому что, типа, наверное, нет времени конкретно додалим даваться. Ну, и вот, типа, если мы смотрим на модели, вот, которые без этих всех модификаций, просто ванильные, в них история, ну, то есть у нас датасеты чуть, по-моему, перешаплились, какие-то там плохие мы убрали и добавили, но, типа, сет плюс-минус сохранился, и, типа, ордеринг алгоритмов тоже сохранился. Вот есть они бустинги, у них какие-то хорошие ранги, они бьют даже трансформер по рангам. Трансформер бьет резнеты и MLP, резнеты чуть лучше, чем MLP. Это вот все, как бы, было известно, было еще известно из той статьи. Но теперь мы начинаем добавлять, например, ну, то есть добавляем вот эту вот периодическую историю к MLP, и оно бьет обыкновенный трансформер. В смысле, оно прям, ну, то есть оно заметно лучше, оно даже, как бы, по конкретным датасетам лучше, чем просто трансформер вот с линейным слоем. При этом, как бы, если мы докидываем вот этот уже сотовый вариант имбеддинга в трансформер, то он, как бы, не становится еще и еще лучше. Он просто вот работает примерно так же, что вот примерно нам сказал о том, что не очень мотивировано использование трансформера, в принципе, потому что, как бы, он тяжеловесенней из-за этого, ну, типа, из-за того, что само тело модели тяжеловесенней, чем MLP. Там, как бы, больше матмулов, там просто он тяжелее. Но при этом, как бы, если мы правильно обработаем вход для MLP, то она, собственно, побьет трансформер обыкновенный. И это вот, как бы, с точки зрения моделей диплёрнинга на табличные данных, кажется, что вот лучшее, что можно делать вот на момент, собственно, сейчас, если не говорить о том, типа, что мы придумали совсем-совсем недавно, то это вот этот вот MLP с таким вот преобразованием, собственно, входов. Ну, резнет, как бы, примерно туда же, в том смысле, что раз на раз не приходится, его можно пробовать, но обязательно нужно пробовать вот такое вот преобразование фичей. Возможно, его, как бы, можно дизайнить еще лучше, чем мы придумали, потому что мы просто по две стороны пошли, вот так сделали, сделали так. Наверняка можно лучше. То есть у нас были какие-то такие предварительные эксперименты, где можно еще сильнее выбить с коры, если, например, там, типа, убиться и, типа, потратить себя раздобочие вычислений. Это вот периодик, вот эта вот история, F вот такая, при этом после того, как ты вот это сделал, у тебя получился вектор какой-то, ты этот вектор прогнал через линейный слой, ну, то есть, вот, как бы, просто каждому отдельному вектору линейный слой применил, и потом еще рилу накинул, и только потом сконкатинировал, которая снизла периодик. Вот, и на самом деле у этого есть еще такой слой хороший плюс, в том смысле, что, типа, вы берете PyTorch, и вот эта вот история с периодик, она занимает у вас пять строчек, MLP у вас занимает, типа, шесть строчек, и у вас получается что-то, что бьет трансформер, который, как бы, посложнее, подольше, подороже, и вообще, типа... Да, просто учим. И вот это, на самом деле, тоже такой момент для Future Research, в том смысле, что, типа, они вот плохо учатся, и их надо засемплить, например, вот максимально, ну, довольно широко, чтобы там, типа, повезло. Мы сэмплим из нормального, и у нас есть гиперпараметр, который, вот, на самом деле, важный, и это вот такой вот нюанс. По-моему, мы там, типа, STD вот этого вот параметра, ну, мы, короче, подбираем STD вот этого нормального распределения, с которого мы сэмплимем, оно у нас что-то, типа, от одного до ста, ну, короче, там какие-то вот или там... То есть там есть какая-то жесть некая, и прям, типа, на самом деле, интересно подумать, как бы поправильнее с этим всем работать и быть. Возможно, как бы можно понять, почему такой успех получили вот эти вот синусы-косинусы, и вообще их выкинуть нафиг, если его можно как-то, типа, более хорошо по-другому, типа, представить. Мы про это пишем, типа, аккуратно. Мы не пишем, мы не презентуем, что, типа, это вот модель, которая прям победила бустинги. Мы говорим, что, типа, а, ну, типа, он, конечно, победил, но мы такие, типа, ну, есть все еще что-то с этим. Мы пишем, мы скорее писали, что вот, у нас есть находка, смотрите, типа, это вообще очень интересно. То есть раньше плохо работали MLP. То есть мы как-то вот про бустинги, у нас есть отдельная секция в ней, что, типа, теперь это вот действительно, типа, компетитив. Ну, то есть оно, типа, бьется и сравнимо. Ну, это потому что есть там, например, датасет вот этот Addle, на котором, типа, ну, еле-еле там что-то ResNet какой-то догнал. И вот там, ну, как бы мы видели, там есть датасет Microsoft, где тоже, типа, что-то вот как-то... У нас, короче, где-то там есть вообще и в коде, и в статьях, прям все эти логи, оно, типа, на каких-то датасетах, которые там 10 тысяч примеров, 30 тысяч примеров. Сейчас я говорю числа про А100. Ну, то есть, наверное, если не А100, то это там как-то там уменьшится, но не сильно, наверное. Оно, типа, ну, там, один проход, просто одно обучение одной моделькой занимает, типа, минуту. Ну, то есть, это супербыстро, поэтому, ну, и затюни тоже нормально. Ну, бустинга это может занимать, типа, 20 секунд, 10 секунд. А можно? А пробовали ли я сначала по А100, потом садить на садку и там... Мы пробовали, вот лучшее, что мы получали, то, что я говорил, типа, если убийца вообще нафиг по вычислениям, мы брали просто очень много трайлов, брали под каждую печу свою цешку, типа, говорили, вот давай, типа, подбирай вообще все цехки и, типа, подбирай их прям. И поставили там, типа, тысячу-полторы тысяч трайлов, и там на Калифорнии это дало какие-то типа, 3.99 RMSE вместо 4.5. Ну, то есть, ну, как бы, чтобы написать, нужно вот, типа, везде это сделать, чтобы это еще сколько-нибудь практикал было. Потому что, типа, вот то, что есть плейлера, оно прям практикал. Сетки. Ну, трансформерс дольше всего. Ну, он дольше тюнется, чем бустинг. Прям, ну, так, типа, я скажу, что бустинг у тебя там затюнить на каких-то маленьких датасетах займет, типа, 30 минут. Сетки будет занимать от часа до двух часов. Ну, то есть... А насколько много смысла именно тюнить сетки, а не обучать их нормально? Обучать нормально тоже вариант. Но, в смысле, как ты будешь обучать... Это кажется, очень сложно обучать нормально. Ну, в том смысле, что, как бы, что-то я про это видел в каких-то других доменах разговоров. Люди там в звуке. У людей в звуке есть там тоже периодические функции, есть параметры, которые под ними, ну, в смысле, под там синусом. И они говорят, что backprop, вот, в смысле, градиентный... градиентный десент просто вот по этим параметрам, под синусами. Ну, типа, он вообще там теряется и никуда не уходит. И это, типа, плохие. Но это как-то можно улучшать. Мы тоже пытались, пока не получилось. Но это в целом вот как бы открытый такой вот вопрос. Кажется, это можно просто вот улучшить в смысле юзер-экспириенса. Вот, потому что сейчас там что-то надо подбирать, сейчас он долго учится. А если говорить про то, что он долго учится, сейчас быстренько... Ладно, это я прям тупо пропущу до каких-то результатов. Много цешек для... Ну, у нас много синус-синус-потинус-преобразований для одной фичей. Для одной фичей много, да. Сейчас, вот. Ну, то есть, типа, да, там, наверное, 64 разных цешек для каждой фичей. Ну, типа, к тому, когда мы их подбирали, в смысле, что мы там делали, ну, то есть, мы, по-моему, мы там из ТД для каждой фичей подбирали свое. Вот, что-то такое. Что всем, блин. Вот. Если говорить про долго учиться и, в целом, типа, как еще это можно все улучшить. Да, это я, наверное, это я пропущу просто такой вот высокоуровневый взгляд. Еще одна статья, где мы взяли модель из предыдущего шага и сказали, типа, deep learning, такая вещь, в ней есть, типа, не просто вот обучение какое-то на наш лосс, типа, с оптимизацией этого лосса одной сетки, а есть еще штука под названием pre-training. И она зажигает в других местах, типа, на ImageNet запретрейнились, куда-то вот перенеслись, потратили много вычислений на то, чтобы вот какую-то предобучательную задачу решить. Это нам помогло в нашей финальной задаче. Мы-то, собственно, попытались перенести сюда. Здесь есть свой нюанс, что, типа, притрейниться на чем-то одном большом, а потом переноситься в разные домены, в смысле, там, типа, что есть, типа, ImageNet для табличек, не очень понятно, потому что его, кажется, нет. Потому что, типа, ну, как бы, на чем можно притрейниться, так, чтобы зафантюниться полезно было и на, типа, предикшн какого-нибудь, там, типа, оттока кастомеров, и на предикшн цены на квартиру, типа, не очень ясно. Вот. Поэтому мы, типа, брали и притрейнились на самом датасете. То есть вот есть наш датасет, там, типа, Калифорния, в нем сколько-то цемплов. И мы вот такие, давайте просто будем просто на нем дальше учиться, но не сразу на нашу финальную задачу, а на какую-то, вот, там, типа, вспомогательную другую, возможно, чуть более сложную, в общем, отличающуюся. И потом в конце зафантюниться. Ну, то есть, как бы, мы просто посмотрим, насколько вот это вот улучшение от просто increased computer, в смысле, вот, типа, дольше учиться, сетки могут дольше учиться, а потом еще и зафантюниться. Можно ли от этого получить какой-то профит? И, собственно, мы попробовали какие-то вот очевидные, понятные self-supervised задачи. В смысле, там, contrastive learning заимплементировали, заимплементировали prediction масок и просто реконструкцию такой вот входа и prediction маскированных фичей. Вот. Собственно, заметили, что это все помогает и работает, ну, то есть, не знаю, там, например, какой-нибудь результат, ну, вот, там, в нашем любимом тест-датасете Калифорнии, там, MLP можно довести до каких-то неплохих скоров, просто обыкновенным притрейнингом. Вот. И оно помогает и вот тем моделям, типа, лучшим на тот момент моделям тоже. Ну, то есть, просто, как бы, мы учим на других тасках, учим чуть-чуть побольше, в смысле, подольше она учится, и потом, типа, получаем скорее лучше. В общем, как бы, это место вот улучшения просто обучения модели, как бы, потому что модель непонятно, как она там сходится, и учится на этих задачах. Можно ее, типа, лучше обучить за счет притрейнинга. А другие таски здесь, например, какие-то? Ну, это я беру, типа, объект, беру в нем, маскирую какое-то количество фичей, ну, там, не знаю, 30% каких-то фичей, и потом задача моей сетки – предсказать, какие фичи я замаскировал. Ага. Вот. Или там, типа, предсказать, какие значения здесь должны были быть. Ну, то есть, это такая более, как будто бы, мотивация еще в этом такая, что так ты пытаешься предсказать просто одно значение по этот таргет переменной, и, типа, сколько-то в этом информации есть. А так ты, вот, весь датасет пытаешься использовать для предсказаний, и как будто бы больше информации в этом… Получается, в общем, угодно, в принципе, можно так делать. Да. А мы таргетом, конечно, течет. Вот сначала мы… Здесь мы не считали, здесь мы такие… Первая таблица вот эта – это просто, типа, без таргета. Но потом мы поняли, что, а зачем? Типа, можно же с таргетом? Да-да-да. Вот. Ну, типа, раньше мы делали все без таргета, а потом просто фантюнились на таргет. Вот так. А потом мы поняли, что, типа, а есть же еще таргет, потому что мы используем, типа, сам датасет. Давайте сюда еще и таргет запихнем. И вот просто, типа, предсказывали одновременно вместе с этими всеми масками еще и таргет. Ну, там, то, что слева – это как бы пофиг. Ну, типа, это интересно, но времени не очень много. Вот. Оказалось, что, как бы, с таргетом… Вот. Это, на самом деле, я украл статьи у чувака из блога про эту статью. Ну, типа, это объяснение и картинки вот эти – это не наше. Это, типа, чьи-то, короче. И здесь этот чувак и написал, что вот, типа, осталось два датасета, где gradient boosting, outperforms, deep learning. Типа, в остальных местах – deep learning, outperforms. Типа, вот если поднажать или попредобучить, еще использовать и метки, и вообще все, то… Ну, и при этом тут вот как бы ситуация немножко перевернулась в том смысле, что, типа, раньше мы вот в самом начале этого разговора у нас был этот датасет в Калифорнии, всегда вот одна и та же RMSI. Типа, у бустинга стабильно 0.43. Типа, мы начали с того, что MLP было 0.5, закончили, что, типа, MLP вот теперь в другую сторону обогнал бустинг, в смысле, так вот уверенно, существенно лучше настолько же. И так, типа, ну, есть, как бы, какое-то количество датасетов, наверное, вот на, ну, чуть меньше половины. Вот. В общем-то, притрейнинг здесь тоже работает. Еще немножко такого, типа, что можно делать с табличными данными. И здесь, скорее, состояние такое, как было вот в самом начале с дискриминативными задачами. Типа, мы попытались генерировать таблички. Этим люди занимались, как бы, и до нас тоже. Мы пытались просто вот обучить генеративную модель на… ну, для того, чтобы делать таблички. Вот. Это на самом деле, типа, может смешным казаться, но это вот используется, например, в Kaggle. То есть у Kaggle есть серия, типа, Tabular Playground. И они там каждый, типа, месяц или каждую неделю говорят, вот новый competition. И новые competition, они порождают, типа, вот этой вот синтетической, процедурой синтетической генерации табличек. И здесь, как бы, такое. Мы просто взяли диффузионку. Можете заметить этот некий тренд, типа, как, что мы делаем? Мы, как бы, смотрим просто за всем подряд. И, типа, такие, так, диффузионки. Вот они работают. Давайте. Типа, трансформер. Давайте. Но при этом, как бы, мы ресерк делаем хороший. И в этом смысле, типа, получается что-то интересное. Здесь что интересное получилось? Вот. Там есть диффузионка. Есть какие-то миллионы ганов в АЕ. Как бы, просто люди жили в своем мире, типа, реально вот занимались генерацией табличек. До этого много. И мы, в общем, собственно, статья про то, что этот мир странный. Типа, вот, ДДПМ, как бы, это просто как бы матрица корреляции между ключами. Ну, то есть, ДДПМ как-то вот умеет моделировать нормальное распределение датасетов. Это правда так. Основная метрика эволюации вот этих вот синтетических данных. Это, как называется, ну, что-то типа efficiency score. Ну, короче, мы делаем синтетический датасет. Ну, то есть, обучили генеративку, нагенерировали синтетику, обучили на ней, там, кат-буст какой-нибудь или любую модель. И смотрим, как эта модель перформит на настоящем тесте. Ну, то есть, на тесте с настоящими данными. То есть, насколько мы хорошо смоделировали, в смысле, вот, именно зависимости между X и Y. И здесь вот первая табличка – это как люди обычно бенчмаркаются. Они берут в качестве классификатора, ну, в качестве вот этой вот штуки для подсчета метрик. Всякие там линреги, svm, ну, то есть, какие-то супер вот такие простые модели. И у них что получается? Получается, что всякие генеративные модели бьют реальные данные почему-то. Ну, в смысле, там, типа, это вот все у нас, типа, больше-лучше в этой табличке. Там какой-нибудь edu, ddpm лучше, чем обучиться на real данных. Типа, hicks лучше, чем обучиться на real данных. И, типа, вообще синтетика all the way. А тестим на настоящий. Типа, ну, просто оказалось, что вот эти вот классификаторы, которые используют для этого теста, настолько слабые и плохие. Ну, что, типа, если мы посмотрим на какой-нибудь нормальный катбуст, мы увидим настоящую картину. Вот просто если затюнить катбуст и обучить на синтетике, и проверить на настоящем тесте, оказывается, что... Сейчас, Тулия таблицу добавил. А, тут просто, как бы, так много датасетов, что они не поместились в один ряд, и это просто два ряда датасетов. Как бы ее можно... Вот так. Слева это всякие разные методы. ДДПМ – это вот, типа, то, что мы проверили. Что еще интересно? Ну, вот, всякие ганы и вае – это то, что было до, и была сата. А есть еще интересный бейслайн от нас, называется смоуд. Наверное, вы с ним знакомы. Это вот, типа, то, из-за чего статью не принимали, из-за чего она не нравилась. Но, в итоге, ее из-за этого, практически из-за этого и приняли. И смоуд – это мы берем, как бы, то, что Minority Oversampling. Только мы его используем для генерации. Мы, типа, берем датасет, берем из него, там, две точки, или интерполируем между ними, получаем новую точку. И вот, как бы, это процесс генерации нашей симпатизики. Она, конечно, такая, типа, типа, полу-датасет точка копии, но немножко другая. Оказалось, что, как бы, на самом деле, по всем метрикам, по которым вот люди меряются, они меряются по вот этому efficiency score. Оказывается, что, как бы, смоуд с ddpm, вот они, типа, вместе, там, ddpm чуть лучше, но смоуд примерно такой же. Они все лучше ганов, которые, вот, раньше использовались для этой генерации табличек. Они все хуже, чем реальные данные. Ну, понятно, типа, на реальных данных лучше обучиться. Вот, они все хуже. И, типа, единственная какая-то небольшая разница, но тоже, типа, практически никакая, но есть. Это по приватности, в смысле, мы берем синтетические данные наши и меряем расстояние просто L2 до ближайшего объекта из трейла. Называется, типа, distance to closest records, типа, насколько мы копируем вообще датасет. Вот, и, типа, ddpm с GAN, ну, то есть, эта метрика такая, что когда у вас GAN есть, и он вообще не работает, она идеальная, ну, просто, как бы, тогда GAN бесполезный. Вот, но зато он не копирует, типа, он, конечно, рандомные просто числа генерирует. Вот. Лучше не становится, можно просто обучиться на оригинальных данных, и будет нормально. Вот, ну, то есть, это был основной заход в эту статью. Мы хотели взять синтетику, как бы, подумать, что вот она будет полезна, ну, в смысле, думали, что, может быть, ее как-то можно так правильно сварить, чтобы мы взяли настоящие данные, покинули еще синтетики, сделали больше данных и обучились, и получили какой-то вообще еще лучше скор, чем просто настоящих данных. Но оказывается, что это просто какой-то ремикс. Ну, то есть, в том смысле, что, типа, это вот, нового ты от этого не получаешь, ты можешь приблизиться, короче, к реальным данным, но перевалить нет. В качестве агментации мы пробовали, типа, брать вот эту синтетику из диффузионки и делать, ну, типа, ей обогащать вот тот вот притрейдинг, в смысле, типа, вот те вот задачи, где мы предобучались, ну, типа, там, как-то мы ее туда пытались строить, и тоже никакого, как бы, клада здесь не нашли. Но в итоге оказалось так, что мы просто, как бы, сделали вот в области генерации такую же статью, что, типа, посмотрите, оно вот так работает, а есть смоут, и оно работает как смоут. Ну, на самом деле, с синтетикой дело такое, что оно и в картинках примерно так же работает. Но, в смысле, там, типа, недавно только люди вот научились, там, с помощью стейбл диффузии зафантюнина и получать скоры, типа, на синтетическом иммажинете похожие на скоры иммажинеты. Но, как бы, здесь есть такая оговорочка, что это все не очень полезно. В том смысле, что, типа, стейбл диффузия была получена из, там, 5 миллиардов картинок, большого-большого датасета, и нет очень важного бейслайна, с которым мы сравниваемся, когда мы берем 5 миллиардов картинок и обучаем на нем какой-нибудь клип или какую-нибудь просто нейросетку, которая сразу будет идти в классификацию, и она бьет вот эту всю, там, типа, машинерию красивую на словах с синтетикой довольно сильно. Вот. Как вы показали метрики для похожести на бейсетах у смоута? Он прям зашкаливает? У смоута, да. Ну, то есть у смоута он очень близко к нулю вот эта вот штука. Но, чего-то я их не добавился, да? Но там ДДПМ называется статья, там, по-моему, эти картинки есть. Вот. Что еще? В общем-то, это конец. Мы, собственно, продолжаем этим ресерчем заниматься. У нас, собственно, есть... Будут статьи, будут результаты, есть задачи, есть много чего нерешенного. А еще у нас в Яндекс.Ресерче есть программа резидентства. Можете туда подаваться, если вы хотите каким-нибудь ресерчем заниматься. Там не только таблички, там люди и виженом занимаются, и MLP занимаются. Короче, на сайте Яндекс.Ресерча даже есть всякое про... собственно, про области, которой мы занимаемся. Вот. Если что, можете мне писать в телегу. Вот сюда. Просто все, что угодно. Это, типа, работа в фуллтайм в лабе Яндекса. Работа над статьями. Ну, то есть, просто участие вот в ресерч-проектах. Можно ссылку на все статьи, которые использовались в презентации? Интересно почитать. Да, я давайте просто это добавлю все в слайды и скину слайды, там, не знаю, Жене, и он вам в чате скинет. Так шумно стало. Что еще раз? Ссылки на статьи будут там же? Да-да-да, там будут. Все, я так вырубаюсь. Всем пока. Спасибо. Пока. Нифига громко. Следующий пункт – это разновидность сигнализирования данных шумов. Это можно прицедать штаны.